Маски, перчатки, социальная разметка и наличие обеззараживающих средств. В Самаре продолжается мониторинг объектов потребительского рынка на предмет соблюдения санитарно-эпидемических норм и других требований безопасности, установленных Роспотребнадзором на период пандемии коронавируса. В Кировском районе Самары проверки идут ежедневно. Проводят их районные власти, представители Министерства имущественных отношений и полиция. По постановлению губернатора Самарской области номер 79 Министерства имущественных отношений и должностные лица уполномочены составлять административные протоколы в части нарушения масочного режима. Мы совместно с администрацией Кировского района проводим данные мероприятия. Во время этой проверки в Кировском районе выявили два нарушения. Оба связаны с отсутствием разметки для обеспечения социальной дистанции между посетителями. Устранение не потребовало много времени и финансовых затрат. У вас отсутствует разметка социального дистанцирования в зале. Она должна быть не только перед кассами, но и во всем торговом зале. Персонал строго в масках средств индивидуальной защиты. Также в соответствии с постановлением губернатора вы обязаны не допускать в здании посетителей без средств индивидуальной защиты. Я считаю, что это как бы необходимо, не нами придумано, это в цели безопасности. Маски, перчатки, антисептик, разметка, стекла. Покупатели без масок не обслуживаем. Если нет маски, то маски у нас есть. Касаются такие проверки не только предпринимателей, но и посетителей. Сегодня, например, в одном из магазинов федеральной торговой сети сотрудники профильного министерства составили протокол на покупателя без маски. С октября 2020 года в Кировском районе составлено 42 протокола в отношении физических лиц, составлено в отношении юридических лиц. 56 протоколов направлены в Кировский районный суд на рассмотрение. На текущий момент на рассмотрение находится 30 протоколов. За это время Кировский районный суд назначил гражданам 20 предупреждений и 5 штрафов на сумму 5000 рублей. В адрес юридических лиц вынесены 4 предупреждения и 1 штраф на сумму 100 тысяч рублей. Ольга Хамбракулова, Григорий Плешаков. События.